Ребята, всем привет! Меня зовут Даша, вон канал Игольник Дарья. Это у нас Лёша, он сегодня выходной, он дома. Тоже. И... Сегодня заканчивается 9 мая. Да. Всех с праздником. И я немножко на этой камере в настройках, ребята, улучшила качество этого видео. Она стала лучше. Я надеюсь, это заметно. Я надеюсь, это лучше. Это видно. Вот. А так... Чё, ребят, я закончила монтаж, закидывая видео на... Компьютер сохраняю. А мы сейчас с Лёшкой пойдём в магазин. И скоро вернёмся. И когда вернёмся, я покажу, что же мы такое купили и для чего. Я покажу лайфхак, как это работает. Мы пришли с магазина, мы купили сало. Вот такое вот. Мы купили клубнику. Но лайфхак будет именно сало. Сейчас покажу. Вот у меня сейчас до сих пор болит зуб, но в пятницу, скорее всего, будет поход к стоматологу. А сейчас я возьму тоже... Ты скажу, что у меня сегодня вторник. У меня до пятницы ещё же... Сейчас, сегодня вторник, и мне до пятницы ещё доживать с этим зубом, конечно же. Не, ну что, среда, что я их звольня. Вот, мы берём... Я не знаю, как это работает, но в интернете пишут, что какой способ работает. Вы знаете, ребята, даже если чисто теоретически этот способ не сработает, всё равно сало вкусное. Но вообще он должен работать. Значит, мы берём сало. Вот. Я у этого сала... Чего я делаю? Вот так. Так. Вот. Что мы делаем дальше? Мы берём сало, вот такой вот кусочек, и прикладываем к зубу. Не знаю, как это работает, и сработает ли это, но будем пробовать. Если это не сработает, тогда, ребята, попробуем лайфхак и попробуем снять боль с помощью чеснока, когда он кладётся на другую руку. Ну так, если будет справа, значит, на руку слева, если слева, то на руку справа, собственно. Собственно, всё, всё произведение просто. Сейчас, ребята, я возьму клубничку, почище, помою, и мы будем её сейчас с Лёшкой либо как снеки кушать, либо с сахаром посмотрим, как мы захотим. Вообще очень вкусно. Знаешь, что можно сделать? Ты говоришь, у нас есть мороженое. Ага. Можно брать клубнику, обмакивать её в мороженое. Угу. Получится примерно как со сливками, но только мороженое, оно же с сливок. Наверное. Или просто смешать мороженое с клубникой. Вот, у меня бабушка, ребята, очень вкусно всегда делала, очень вкусный десерт. Она брала клубнику, ну не десерт, а салат, она брала клубнику, и она добавляла туда сахара по вкусу. Только она нарезала эту клубнику. Она по вкусу добавляла сахар, она добавляла туда сметаны и перемешивала. И получался вкусный, вкусный, вкуснейший просто салатик. Вот, ребят. Это у нас, кстати, ребята, есть сметана для этого салата. тебе сделает такой салатик? Потому что я себе такой салатик, ребят, сделаю. А Леша пусть смотрит, как ему хочется, ему такой салат есть или не хочется, потому что... так что, ребята, это простой салат, потому что там просто нарезать и перемешать. но, тем не менее. У нас есть два вида сметаны 15-процентная и 25-процентная, но каждый из них чуть-чуть, поэтому я смешаю просто их, и будет хорошо. Вот. Вот очень даже хо-ро-к-шо. Ребята, короче, будем пробовать еще один минус с чесноком, потому что сало, оно работает только на то время, пока у тебя сало во рту, даже не можешь его все время держать во рту, тебе иногда хочется пить и много-много. Так, он, если будем пробовать с чесноком, не этот, то когда на руку кладется чеснок. Что-то таблетки перестали практически работать, и они все пьют. Но они не вечные таблетки. Таблетки могут помочь тебе какое-то время продержаться, чтобы дойти до стоматолога. Если бы таблетками можно было снимать боль всегда, то никто бы до стоматологов не доходил. А вот интернет пишет, что чеснок, чеснок для лечения зубов применялся всеми знахарями в Европе с 15 по 19 век. Представите, какая древность, да, то есть в 15 веке еще до Петра Первого чесноком лечили зубную боль, накладывая его на запястье противоположной руки. Причем не просто на запястье, а там, где стучит пульс. Надо сначала нащупать этот пульс. Где он там стучит? Где он у нас стучит? Тебе бьется сердце. Да. Он сразу стоит помогать, или ему нужно время, как и... Ну, довольно быстро. Ну, то есть не сию секунду, но довольно быстро. Там, может быть, минуты за 3-4-5. Ой, это хорошо. Потому что мне, ребята, до пятницы нужно продержаться. Слушай, а ты уверена, что надо... надо сверху на тело, а не на вот эту марлю. Через марлю суп не проходит. Я попробую. Это не марли, это вата. Ну, да. Марли, это такое, знаешь, с большими ячейками. Угу. Это больше у тебя в прошлый раз она лежала и получилась... Ну, если вдруг даст аллергическую, то просто снимем. Ну, да, ребята взял областы... и начнешь чем-то джать. Ну, у меня с зубами вообще особые отношения. В том плане, что... Знаете, как говорят, Господь дает человеку зубы дважды. А третий раз нужно покупать за свои деньги. Вот так и у меня. Господь милости подает человеку зубы дважды. А потом тем, кто их не сохранил, приходится покупать за свои деньги. Угу. Нестоимость моего рта на сегодняшний день примерно равна первому взносу по ипотеке. Угу. То есть в последний раз, когда мне... Когда я пытался оценить затраты на свой рот, мне назвали цену порядка полутора миллионов рублей. Но это вставка двух челюстей. Ну, то есть удаление оставшихся зубов. У меня на нижней челюсти осталось два зуба на верхней штук. Пять разной степени разрушенности. Вот. И врачи сказали, что их надо все убирать и ставить на четырех точках. Еще в один, конечно. Ну, ты пока особо не шевелись. Чувствую, что тепло начинается. Еще нет пока. Нет, тепло нет пока. Вот. В общем, это 30 минут оно будет на моей руке, потом мы его снимем. В идеале, конечно, это нужно заматывать бинтом. То есть вот так вот приматывается. Ну, не нашла я бинта. Вот, теперь сиди 30 минут. Я просто держать. Ну, не надо за хей не приматывать. Что к этой хей? Это, я не знаю. Это какая-то поясочка, да. Это что-то, чем можно просто замотать и как-то образом. А тем временем по телевизору мы смотрим уже видео, ребята, вышло и на канале смотрите его. Тем временем мы смотрим коня. Конь Юлии и большие скачки называется. Что-то у них там такие гонки, такие погони. Конь Юлии умер. Не, ну, ребят, вы знаете, когда вы едите чеснок, у вас нет аллергии на то, что вы его едите, значит и так, мне кажется, не должно быть. Или я ошибаюсь? Видишь ли, рецепторы по-разному реагируют на слезистых оболочках и на... Надеюсь, ребят, начнет помогать. Мне кажется, надо болеть сильно довольно-таки и... Места тоже не срабатываются. Ну, перестала работать. В сегодняшнем всяком случае. Сегодня не работает. Вчера еще работала, ребята. Вчера еще работала, сегодня уже нет. Ты туда же пойдешь, к стоматологу, на сомненько? Ребята, мы делаем очень вкусный рецепт. Мы берем сахар. У всех, наверное, на самом деле свои рецепты. Кто-то любит клубнику сливать молоком. Я... Я кладу ложку. В столовую сахар, замешиваю это все так, чтобы сахар растворился и клубника пустила сок. Просто потому, что я не люблю сахар, который на зубах скрипит. Видите, Леша мне хорошо замотала, но держится, и оно не спадет. И не будет шевелиться там. Мы просто перемешиваем это все. Леша может кладать сколько угодно, по вкусу кладется. Кому как нравится. А я обычно клубнику смешиваю с мороженым. Туда, естественно, сахар добавлять буду не нужно. А я так понимаю, что можно, в принципе, замешивать с йогуртом. Да, можно с йогуртом. Можно вообще разные рецепты есть. Ну, вообще, связь клубники с чем-то молочным, наверное, клубнику не имеет смысла смешивать только с сыром, да? А совсем остальным с творогом... Не, сладкий сыр варианты. Мягкий, сладкий. Ты имеешь в виду что, крем-сир? Крем-сир? Да. А с творогом легко, со сметаной, да, с молоком, да, с йогуртом, да. И даже с сахами. С чисто отличными напитками, типа снежок, да? Угу. Ребят, мы вроде как перемешали, берем следующее действие наше. Это мы берем сметану, открываем нашу пачку и ложкой добавляем по вкусу, столько, сколько нам надо. Тоже все по вкусу. мне вот столько, а Леша сколько хочет, столько и ложечек. Хорошо. Кладет, точнее. Да. Да, кладю. Лешка по вкусу, пусть себе добавляет. Я отдельно не завешивала Лешке, потому что я не знаю, сколько Леша по вкусу себе будет класть. Так я фигула, я вообще первый раз это делаю, поэтому мне вообще это очень сложно. угостить салатиком, который моя бабушка очень любит, раз, и который вот в нашей семье очень офигенно шел и всегда был вкусный. Такой салатик. В прошлом году нам с клубникой не очень везло. Да. В этом надеюсь будет чаще. И тогда можно будет распробовать и понять, сколько же все-таки класть сахара, сколько класть сахара. Уже клубника дает солнце, соединяются, ребята, со сметаной и получается вкусно. Вот такой получается офигенный салат. Ммм, ням-ням-ням. То есть каждый по вкусу кладет кому-то вкуснее. Я кладу себе всегда столовую ложку сахара и кладу три столовых ложки сметаны. Все. Вот это лично мой, моё по вкусу. Бабушка клада больше сахара, больше сметаны. Леша смотрит по своему вкусу, как ему лучше. Как тебе лучше, скажем? Да, я пока не знаю. Я же только что говорил, что я пока не знаю. Если у нас в этом году с клубникой будет получше, то, наверное, методом проба, ошибок, методом опыта каким-то образом с этим разберемся. Да. Можно так. Так что всем приятного аппетита. У нас на кухне пахнет чесноком, конечно. Не воняет. Короче, я зашла в комнату, потому что у меня всё ещё болит зуб. Чеснок не прям так сильно помог, чтобы сказать, чтобы он сильно сейчас справился, но так, чуть меньше стало болеть. Я помазала камистатиком, я ещё выпила, не месила, и зашла буквально в комнату, чтобы пять минут порежать. Может, зубы легче станет, даже после всяких таблеток. А на меня тут кисть она пала сразу. Она сразу пришла ко мне и сверху на меня легла. Сань, Санька. А ты её потискала? Ну да, раз она пришла. Руками в чесноке. Зуб ещё болит вот здесь. Я сейчас помазывала камистатом, выпила ещё не месила. Там у меня оставалась, ребята, ещё одна таблетка этого, где я с пафианой я бы с удовольствием выпила, но вот где она лежит, я вообще пока не соображаю. Вот. И короче, приложили чеснок, он слегка жжётся, но не сильно так, терпимо, нормально так. Но как-то я не скажу, что он прям так помог зубу, чтобы сказать, что он прям хорошо работает. Но чуть легче стало, сейчас я просто, ребят, полежу минут пять-десять, может, оно станет легче от того, что вот я напинаю с таблеток, я это самое, и тогда я начну как-то активничать, дальше действовать. Вот. Что ты хочешь сегодня сделать? Что? Что ты хочешь сегодня сделать? Какие планы на активность? Солдисон. Солдисон. Сегодня нас ждёт Солдисон? Да. Ну что ж, кто хочет узнать, что означает это странное слово, и увидеть, как это выглядит в реальности, не отключайтесь, и вы всё увидите в этом видео. Ребята, я делаю Солдисончик. Очень такая вкусная штука. Если уж и будем или сегодня, если он же будет готов, или завтра уже. Солдисон, вкусная вещь. Ммм. Берём мясо. Куриное, можно свиное, можно любое мясо. В моём случае, у меня это куриное. Складываем его в такую миску, берём желатин, разводим его в стакане. Но это, ребята, не холодец. здесь... Чем он заключается? От колокса, с древнего и этого, как это ещё называется? Зельца. Сейчас мы разбавляем это нашим бульончиком. Бульона нужно сюда всего где-то два, может быть, три от силы половника, и даже меньше. Мы берём... Сейчас я вам расскажу, чем это отличается. Ммм. Мы часть залили. Сейчас ещё заливаем сюда кипяточку. Добавляем сюда ещё кипяточка. Так, берём чесночок сюда и сюда выдавливаем чесночку. Я вот чесночка нарезала. У неё получилось, значит, целая головка чеснока. Довольно-таки большая. Но больше головки не стоит, потому что она будет слишком перечесноченная. Но мы добавляем сюда достаточную колбу чеснока. И осталось ещё две чесночинки последних. Чеснок должен быть сырой, не отваренный. Это самое важное. Чем отличается от холодца, от зельца? Тем, что нужно быть очень густым, ребята. То есть, вот густота у нас, видите? То есть, когда это мясо, когда это мясная такая густота, мы сейчас сюда добавляем ещё чуть-чуть, может быть, два ещё таких вот ложечки, две по жидкости. И это, ребята, делаем его ровным, ну, уравняем его, короче, до до ровного. И ставим в холодильник. Пускай оно в каком состоянии шесточком стоит в холодильнике. Ну, может, часа четыре он будет стоять. И будет очень-очень вкусно. Сейчас, ребята, я тут с Лёшей тоже сделаю наперекусить вкусняшку. Я знаю, что и Лёшка такое любит, но и я такое люблю. И мы с Лёшкой перекусим, учитывая, что Лёша, наверное, и не против будет перекусить чем-нибудь вкусненько. Мы берём, ребята, сначала по сковородку. Так как у нас эта сковородка антипригарная, а это значит, что можно масло, в принципе, на неё-то и не класть. Вполне себе можно. Ножик. Нарезаем чуть-чуть салка. Потому что, ребята, я так точно хочу перекусить. Но я думаю, что Лёшка тоже хочет. Да? есть вся такие желания. Включаем газ. Ну, у кого газ, у меня электрическая печка, можно и не газ. Как хорошо, ребята, когда электрическая печка, и не нужно думать о том, что нужно купить спички, когда они закончились. Вот мои родители, да, у меня мама, но постоянно думают, где брать спички, когда спички закончились, что нужно их пойти купить. А так как, если у нас тут магазин довольно близко, да, выйти в магазин, то мои родители до магазина ещё чалапать. Минут 7. Как бы. И поэтому... Поэтому это очень неудобно. Мы берём, значит, сало, складываем его на нашу сковородку, ребята. Берём ложку, вилку, чего-нибудь, чего у нас... Ложка. У меня, видите, здесь остатки яйца по итогу остались с того момента, как я готовила тортик. Но у меня только желток, поэтому, ребята, я сольки чуть-чуть и одно яичко сюда добавлю. Вот у меня яйца. У меня осталось, конечно, три последних яйца, но я думаю, что одно яйцо на одно яйцо мы не обетняем. Сюда добавляем одно яйцо, просто потому, что здесь, ребята, желточек, который уже есть. Из шести яиц, шесть желтов. И одно яйцо. У нас остался бульон, ребята, когда он остынет. Я его переледю в бутылки, и можно будет просто, когда захотим, налить и попить бульона. Это заморозите и используйте для какого-либо супа, что тоже большой плюс. Это вам лайфхак. От моей мамы тоже этот лайфхак. Моя мама так иногда делает. Если остается бульон, откуда-то, ненужный, но который уже точно нигде не использоваться не будет, то то просто берется наш дорогой родной бутылка и дорогая родная морозилка. Ее на полосу настроят, переливаются в бутылку и замораживаются. Это просто такая олигония пришла. Так что, видите, мы обжариваем. У нас, ребята, офигенная сковородка. Она 24 дюйма. И у меня решился полностью вопрос того, что когда ты готовишь примерно картошку или что-то на сковородке, то, конечно, можно приготовить что-то еще. Обжарить на другой сковородке. Это большой плюс. Есть объедки, ребята, у нас по-киевски. Ну, объедки я завтра буду делать. А сейчас я сделаю офигенную нямушку. Она с самым там со всей вот этой радостью. Я думаю, что Лешка Санна любит. Или я ошибаюсь? Смотришь, чем, да? Подводится. Самый... 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 Ага. Видите, ребята, сковородка уже становится горячей. Я эту сковородку, ребята, сколько я на ней уже жарю, ни разу не мыла, потому что у меня к сковородке вообще все без ласка готовлю. Хоть само обжариваю, хоть котлеты я на ней, то картошку я на ней жарила. Она быстро убирает. Сам прикол, что она быстро убирает масло, все масло передается в картошку, и она становится чистой и сухой. Интересно. Знаете, рекомендую такие сковородочки. Более того, ребят, я вам говорила уже, это сковородки. Вот так вот можно делать. Все. Всем хорошо, всем удобно, ребята. А я, ребята, сало люблю всегда и везде. С любыми блюдами. Ну, кроме сладкого, кроме десертов. А так-то для меня сало это что-то, что ням-ням-ням, и то, что я готова есть вечно, и то, что как бы... Сейчас мы накрываем наш бурьем, потому что нам некуда, значит, убрать. А потом мы, ребята, полоем в посуду. Когда приготовим, ну, я доготовлю, мы поедим с Лёшкой, потом я помою посудку. Еще... Ой, ребята, перчик черный-молотый, потому что это вкусно. Вот. И сейчас мы просто обжариваем сало. Вообще, сало, ребята, очень вкусно с борщом. Вот это кайф. Борщ, значит, отдельно на тарелочке горчичка, кусочки сала, пару чесночинок, чесночка немножко, и черных лягушек, именно черных. Вот это самый кайф. Кто со мной согласен, пишите в комментарии, что вы со мной согласны. Я вас пролайкаю, будем лайкать друг друга за борщ с салом. Если вы тоже любите борщик с салом, если вам это нравится, если вас захватывает идея борща с салом, давайте... Только, ребят, здесь у вас антипригарная сковородка. Ни в коем случае ни деревянная, ни металлическая, ничем. Только вот такими силиконом. На антипригарный. Что? Деревянный. Но все равно не стоит, мне кажется, салом все-таки лучше. Так что, ребят, когда мы покушаем сейчас с Лешей, после этого я наведу немножко порядочек, в плане за посуду, вот здесь состава уберу. Вот. А Леша немножко работает по монтажу, но... У Леши работает. У Леши работает по поиску. Ну да, по поиску материала для этого монтажа, ребят. У нас котик идет, как всегда. Знаете, у него вечером начинается извечная мяу. Теперь, ребят, мы сюда кладем наше яйцо. Ну, желток и одно яйцо. Шесть желтков и одно яйцо. Ну, это если у вас остается, знаете, один желточек, вы можете такое вкуснявку сделать. Просто накрываете крышкой, и оно минут пять у вас постоит, и будет готово. Так что, всем приятного аппетита! Ребята, меня отправляют в магазин. Зачем это сладкий? Собственно, знаете, о чем я хочу сказать? В том, что я тоже люблю сладкое. Я люблю чего-нибудь сладкое. Мусор я сейчас выносить не буду, потому что на улице темно, ну и все такое. Вот. И спасибо всем в комментариях, кто написал, что это все-таки за цветочки. Я вам очень благодарна, я очень рада этому. Вот. У меня мой сон-сисончик, ребята, уже почти застыл, но еще не до конца. Видите, ему еще постоять надо. Вот. Он уже тупо твердый. Но в любом случае, он пахнет. Потом нужно будет просто вынуть отсюда и нарезать кусочками. Ммм, да. Это настоящий сон-сисончик, ребята. Это кайф. Он бы заморозится. Мне еще сегодня, Лешке, бутербродики на работу нужно сделать. Вот. Я в магазин. Собираюсь, ребята. Зачем-нибудь сладеньким. Для меня и для Лешки. Вот. Угу. Угу. Так. Нужно обучить, ребята, в кроссовочке. Потому что без кроссовочек скучно. На улице тепло. Я сегодня выходила на улицу, там вообще жарко уже на улице. Уже лето, ребята. Пушкиньте. Погода шепчет. Вот. Я накидываю курточку, просто потому что уже вечер и время такие. Уже ночь даже. Уже прохладненько немножко. Но. И все, ребят. Я готова выходить. Я беру с собой ключи, чтобы Леш лишний раз не тревожить. А, так это ж хорошо. Так что всем хорошего настроения. Настроения. Да. Ребят, мы пришли в магнит, и я в магните увидела вот такую офигенную штуку. Это сборная модель скелета динозавра. Притом она еще и светится в темноте. То есть ты собираешь такого динозавра, и оно светится в темноте. По-моему, как где тогда и когда взрослых. Прикольно. Я нашла, ребята, вот такой блокнот. Смотрите на него. Это... Ах, это кактус. Это не по... А, это из Бравл Старс кактус. Это из мультика, точно. Это Бравл Старский кактус. Здесь всякая-всякая. Вот это, ребята, чего это, скажите мне? Это ароматизатор в машине. Но вот это вот, ребята, оно еще и светится в темноте. Это что-то с чем-то. Классная штука. 3D. Сейчас мы ходим по магниту. Видите, мы купили дримсики. Конфетки мне на завтра, потому что завтра я буду работать, и мне для работы нужны будут конфетки. Купили воду, купили чипсы опять-таки, воду и колу. Сейчас ищем, Лешке, конфетки. О, нет, печеньки. Ищем печеньки. Солнце, печенька. Вот есть вот такая печенька. Лешка хочет печеньку с молочком. А вот есть вот такая печенька. Есть вот такая. Смотри. Что я тут нарыла? Есть, смотри, вот такая печенька. Это октябрьская. Есть вот такое печенье. Его тут много вот больше. А есть вообще к чаю. Это если ты имеешь в виду... Это такая печенька ты хотела, или ты какую-то другую хотела? Клади-и-и-ю. Эту печеньку. Вот эти штуки прикольные, ребята. Но сейчас я их брать не буду, потому что сейчас вопрос с финансами. Мы ждем зарплату. А вот такие печеньки, и чисто похрустеть когда-нибудь. Вот еще есть удобное, но это рисовое, чисто рисовое печенье. Есть топленое молоко, но оно стоит 109 па, и его мало, поэтому... А это что за приксы? Крикер со вкусом бекона. Может, их тут больше? Нет. А почему? Ты взял какие-то, выбрал? Копленое молоко, оно всегда дороже. Информацию на стикере считать приоритетным, понятно. Это как? А где состав? А, вот здесь. Так вот, на стикере они просто считают приоритетным, только что вот здесь. Тут есть, видите, всякие печеньки с кремовыми начинками, но мне никогда вот такие, ребят, не нравились, когда даже бабушка Стрепи приносила вот такие. Как-то мне они не заходили, когда печенька, а внутри вот эта нуга. То есть, ну не нуга, а вот эта начинка. Мне очень нравятся вот такие печеньки, они сахарные, начнем с этого, ну как сахарные, они песочные, такие хрустящие. Ну посмотри, какие тебе лучше. Крепыши. Что тебе в принципе лучше? Вот, кстати, ребята, вот Ксюша вчера в гости приходила и говорила, вот они вот здесь есть для нашей кофемашины, вот они, есть со вкусом карамели, есть со вкусом white milk в капсулах Drive Absolute. И есть американо тоже в капсулах, то есть нам можно не заказывать, например, обрать здесь, потому что там оно по 400, где мы заказываем, а здесь ну по 450, а здесь по 399, более того. О, здесь юбилейки всякие. Классическая юбилейка, да. Классическая юбилейка. Вот она. Вот она, классика. Да, юбилейка. Ну юбилейки хорошая фирма, они хорошо делают. Вот. Вот. И у Леши, но это не сейчас, это когда Леша придет зарплата, тогда я это сделаю. У Леши, ребята, закончился чай. Ну, заканчивается, точнее. У него осталось 3 пакетика. Поэтому, когда придет зарплата, мы Леша обязательно купим чай. Леша просто скажет мне, какой? Какой ему? Ух ты! Ух ты! Тут есть чай, гибиску с шиповником и вишней черной травой. Ух ты! Прикольно. Здесь, кстати, ребята, я вот вижу, есть Иван-чай, но он чисто в пакетиках. А мне нравится рассыпной. Поэтому я беру Иван-чай чисто для заваривания, вот заварки. А мой папа, ребята, когда пьет чай, он пьет чай не в пакетиках он пьет чай и не с лимоном. Принцесса Нури он пьет высокогорный. Но только вот это здесь он в пакетиках, а мой папа пьет не в пакетиках. Как он пьет? Но принцесса Нури это неплохой чай, если говорить о чаях. Вот хотя принцесса Нури каркаде у них есть, у них есть лимон черный. Но мой папа вот Нури, вот это его чай. Папин чай это вот оно. Мой чай это вот что-то вот такое. О, классно! Посмотрите, ребята, нужно будет тоже зарплаты. Это чай просто зеленый, но с жесмина в пакетиках. Вау! Офигенно, классная штука. Просто офигенно. Надо будет посмотреть. Помогни, ты видишь, тут есть вот такие вот штуки. Как ты относишься к настольным играм-бродилкам? Ну, когда вот так вот кидаешь кубик и бродишь. Нравится. Ну, смотря какие. А вот здесь есть, видишь, это сборная, люминесцентная модель скелета динозавра, которая светится в темноте. То есть, либо это, либо это ты берешь, собираешь, и оно светится в темноте у тебя. А это маленький единорог. У нее кота. Да что там маленький единорог? Вот это вот. Вот, например, бродилка. Ну да. В зоопарке два в одном. Икра-ходилка для малышей. Ну, зачем для малышей? Ну, они совмещают ходилки с вопросами типа вот той игры, которая была. Угу. Мне вот такая штучка нравится. Это воздушный пластилин. Он очень прикольный. А еще, ребята, сколько мне лет, но я люблю мыльные пузыри. Угу. Это факт. Вот. О, ребята, в честь 9 мая, так как сегодня 9 мая, продаются флажки разные, связанные с 9 мая. Типа, помним, гординимся там. В лошанах, пилотки и всяким писам. И чуть ли не комплект военной формы. Набор для опытов. Космический песок. Ух ты. Прикольно. Давайте, ребята, заберем этот. Возьмем Лёша его юбилейку, потому что Лёша сейчас забудет. Уйдет и забудет. Что-то мы еще хотели или нет? Интересно. А то Лёшка убежал куда-то. Увезел. Ой. Красиво. Ребята, отсеките амбинаторы. О, ножки прикольные, кстати. Яйца? Я же не готовлю. Куда-то Лёшка убежал. Гуляем по магазину, сыры всякие. Вот цены на сыры, кстати, смотря какие, смотря какие сыры. Ну, вот тот, который я, кстати, Лёшке брала на бутерброды. Давайте я вам сейчас покажу, где он был. Ну, из раздела вот чего-то вот такого он стоил 138 рублей. Сыр. А вообще из вкусных сыров я сейчас не могу, потому что у меня зуб болит. Но он стоит 329, правда, за всю пачку. Ну, вот такой вот сыр очень офигенный, просто нямушный. Вот этот вкусный сыр, ребята, потому что это 4 сыра, кстати, на бутерброды очень неплохо. Пойдёт. Это 4 сыра, которые просто перемазываются. Да, это вот то, что я делала, кстати, тогда с мюслими. Вот они запечённые. Только это заехали, я тебе с яблоками делаю. Но... Да, но тут уже готовая такая темка. Но тут уже готовая темка. Мы сейчас гуляем по магазину. Я тебе юбилейные положила печеньки. Да? Тебе юбилейные? Да. Или ты не такие хочешь? Да. Что? А, тогда давай не с овсяными бери. Хе-хе. Я просто их взяла. Какие юбилейные? Держи. Посмотри, какие. Тут позакрывали всё. Нет, а тут только... Посмотри. Да, я ошиблась. Я не посмотрела, взяла с овсяными. А тут... Ребята, чего. А вот эта штука, ребята, мне очень нравится. Почему? Потому что эта штука на швабру. Она мягкая. Её можно... Ух ты. Ребятки. Посмотрите. Посмотрите, ребята, какие полотенечки офигенные. Мне почему-то такие очень нравятся, но это уже не сейчас. Это понятно, что это с зарплатой, но тем не менее. Посмотрите, тут всякие, всякие, всякие. Мы покупаем туалетную бумагу либо в фикс прайсе, либо где-то ещё, потому что тут за 24, за 12 ровно 329, а я взяла за 100 с копейками. Такое же количество рулонов. И, как бы, знаете, это очень чудесно. Более того... Более того, подешевела кошачья нямка. То есть вот эта шеба, она подешевела, короче. Стала дешевле. Вот. Ну, ух ты. Появилось, короче, кошачья нямка на 21, называется Darling. То есть, в честь меня, Дар. Даша, Дарья, Дар. Ну, короче. Ой, Дара. Ну, мы, правда, не пробовали его. Это какая-то новинка. А кто его производит, скажите мне? Производитель? Калуга, кстати. Калуга, как ни странно. Калуга. Еще и на стлее. Хм, интересно. На стлее, которые всякие конфеты производят, они стали производить нямку, что ли? Интересно. Калуга. Да, реально. Дарвинг. Но мы решили... Ух ты. Вау. Я никогда такое не видела. Усиленный иммунитет. Это он с чем? Семена льна. Это с оленом, ребята. Макошенчанямка с семенами льна. Смотрите. Угу. Такие котики прикольные. Еще и семена льна. Никогда такое раньше не видела. Раньше не было такого. Реально не было в продаже. Сейчас появилась... Ой. Появилась семена льна на льна. Вот это Дарвинг, короче, связанный с моим именем. Это много чего начало появляться. Мы хотим купить Саньке какую-то такую штучку, шлейку, поводок. И выгуливать ее, научить. Но мы пока... Лешка. Лешка. А я здесь. Но мы... Вот Лешка едет. Хи-хи-хи. Но мы пока еще не попробовали. Но хотим попробовать. Прикинь, что появилось. Хи-хи. Никогда такого не видела. Смотри, что появилось интересного у Фита. Перфекта. Хи-хи. С семенами льна. С семенами льна. Да. А вот это Дарвинг, между прочим, который Дарвинг. Это на стиле. Но это производит Калуга. Вот я прочитала. Калуга. Прикинь, вот это Дарвинг. Ну понятно, что это не что-то супер качественное. Но... Но я к тому, что вот этого Перфекта появилась такая странная. Раньше я ее не видела. Вот эта иммунитет семенами льна. Ух ты, паштет. Вон, 29 рублей паштет с говядиной в этом. Правда, с говядиной только, но... Вон. Ну правда появился паштет. Что? Ну правда появился паштет. Почему-то только с говядиной. Ну здесь только с говядиной. Но я думаю, что в других магазинах будет. С другими. Знаешь, как прикольно... Как? У тебя в одной пачке, один и тот же паштет. Обмедельский. А дальше раз, два, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать, четыре, шестнадцать, восемнадцать, девятнадцать, А это читбит собачий какой-то, на чистке их зубчиков. Ну чего, идём на кассию? А я, ребята, сейчас приду, мы попьём чай, потом я помою посуду, сделаю Лёшке бутеры на работу, и мы будем спать. Ну, у Лёшки ещё дела кое-какие по монтажу останутся. Как раз я думаю, что вот как Лёшка выглядит сейчас. Весёлый и довольно. Такая штука прикольная, здесь микс всего, от каких-то орешков, до ружаных чипсов, до арахиса, до тыквенных семечек. Чего? Эту халву, которая на фруктозе. Которая на фруктозе халва? Я что-то её пока не вижу. А, я знаю, где она может быть. Я знаю, где она может быть. Я не знаю, ребята, где может быть халва на фруктозе. Давайте сейчас мы глянем. Здесь она есть, здесь нету. Я думала, она где-то здесь есть, а её здесь, как говорят, нету. Сейчас. Вот, халва солнца. Разделы халвы, и здесь где-то должна быть раздел фруктозы. Нет? Или, нет, подожди, где? Смотри, она здесь вообще есть? Это на фруктозе халва. О, ребята. А, нет, блин, 73 рубля как-то дороговато. Я думала Лёше взять, но 73 рубля как-то сейчас дороговато, реально. Поэтому... Экоботаник. Вот все эти экоботанические, кстати. Но здесь нету, кстати, на фруктозе, я пока не вижу. Ну, Лёше можно и не на фруктозе, то есть у него нет каких-то проблем, но как бы... Ну что, нашёл? Нет. Есть просто халва подсолнечная? Нет, тут просто халва. А здесь есть отдел какой-то, связанный с фруктозой? Упаковка. Знаешь, вот этот вот рюкзак, который не ровно получит, а вот и она пластинками... А вот это не? Или вот это тоже не? Что? Или вот? 41 рубль. Может быть. Что? Может быть. Посмотри. Может быть вот такой. Не щербет, но щербет он более твёрдый. Да. Точно. А ну давай поищем эту халву, нужно где-то быть. Я даже догадываюсь, где солнце, поехали. Должен же быть этот отдел. Не может же быть, чтобы его нигде не было. Сейчас. Встану. Ок. Нет, это не тот отдел. Поехали, ребята. Сейчас поищем Лёшу халву на фруктозе, потому что... Да. Очень полезная и нужная ваша штучка. Посмотрим. Тоже нету. Ребята, в одном из видео я распаковывала киндеры. Это киндер очень интересная коллекция, типа я тебя обнимаю, я с тобой там и так далее. Типа я хвалю тебя. Интересная коллекция. Киндер про отношения. Да. Я хочу всё-таки посмотреть, что там внутри меня всё. Мне всё-таки загорелось узнать, потому что я в коллекциях киндеров немножко разбираюсь. Вот так он выглядит, как обычное яйцо. В нём было сердечко нарисовано. И... Чё тут у нас? Игрушка не из коллекции. Конечно же. Потому что вы думали, игрушка из коллекции будет. Конечно же. Попалась игрушка из коллекции. Это знаете что? Нужно было случиться. И что? Ух ты! Что это? Да, игрушка не из коллекции. Реально. Но давайте сейчас мы... Чё-таки дома? Нет. Солнце не дома. Ну, я вам напомню, что Дарюшка овен, поэтому, если она что-то решила сделать, ей надо это сделать прямо здесь и сейчас. Ты! Он ещё и оживает, если вы его по телефону сканируете. Давайте я вам сейчас соберу эту радость. Так, подержите одной рукой. 8 пятеньков. Наши, точнее. Это очень такая... Интересная должна быть штучка. Давайте посмотрим, как она собирается. Так. О, так оно ещё и летает, да? Да. Смотрите. У нас берётся вот эта штука. Вот эта. Одевается вот сюда. Каким-то обувем сейчас. Во! Вот сюда это одевается. Или с этой стороны, по-моему, оно было. Давайте проверим. Да. Вот с этой стороны оно собирается вот так, ребята. это. Давайте посмотрим дальше. С этой стороны это надевается на вот эту. Попа на глаза надевается. Угу. Понимаете? Тут же что? Опа! И дальше вот это одевается сюда, сверху. Потому что здесь... А, вот это руль. Вот с этой стороны, что ли, оно рулём одевается, да? Походу. Да. Сейчас я его... не рулит, а винт. И давайте посмотрим, какая она со стороны на винт. Ага. Всё. Я поняла, с какой стороны. Со стороны перпеллера. Да, блин. Одевайся. О, всё, оделась. Видите, со стороны перпеллера. И вот так оно может крутиться. Конечно, игрушка не из коллекции. Сразу было понятно. Как только мы её раскрыли. Как только мы раскрыли яйцо, сразу было понятно, что игрушка не из коллекции. Ещё раз напомню, если вы покупаете игрушки, во-первых, это можно по весу. Я вам расскажу как-нибудь фишки. Во-вторых, сзади на упаковке две буквы написано. По ним можно узнать из коллекции или нет. И в-третьих, по цвету яйца. Когда вы купили, не посмотрев, вы уже вскрыли цвет яйца. Если не из коллекции, он оранжевый. Не из коллекции, он жёлтый. Всё. Вот это вам вот такой вот, видите, попался этот. Подержи его. Не видно, что там. Угу. Во. Это лисёнок. Этим можно немножко голову чесать. Зачем мне чего-то чесать? А теперь кормить тебя. Так и тебя тоже, и тебя. Я уже съел. Угу. 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 а во вкус вилл мы ходим только на работе во первых там только вкус виллская продукция если говорить о колбасах если говорить о сырах а во-вторых там эти колбасы и сыры будут стоить если допустим удастик тизер которые лёша взяла 139 рублей стоит там пачка сыра вот такого небольшая пачка будет стоить 200 250 рублей это магазин для тех кто зарабатывает очень дофига вот кстати интересная вариация был кончик или балкон балкон на и там она будет в разы дороже и том числе и колбасы вон я лёша варенку вчера взяла за 130 с копейками тоже а там такая же варенка бы стоило тоже 200 с копейками и так далее там нету нормальных чипсов там нету там ничего нет зато они говорят что у них просто количество мяса в колбасе больше может и больше но там и цена вышла я не спорю может и больше конечно но там цены видели их цена кто живет в россии напишите кто ходит во вкус вилл напишите в комментариях как там сейчас потому что для меня это слишком вычурно дорого и все остальное в воскресенье мы в рабочем чате общались и что парнишка написал что парнишка работает у нас недавно и он написал что его своя квартира и в месяц у него он не знает как люди выживают на меньше чем на 60 тысяч месяцев москве да то есть как бы к этому и надо стремиться это в подмосковье может быть чуть меньше и то не может быть с нашей коммуналкой которая по 13 тысяч по 7 по 6 это и по 13 с цены цены одинаковые в подмоскве и вот если мы говорим про какую-нибудь калугу там может быть дешевле но там дороже будут сетевые магазины потому что у сетевых магазинов политика компании одинаковые у пятерочка у всякой мы смотрели там допустим квартиры можно однушку за 10 снять и в козельске например который возле оптиной как козельская козельская конечно то есть можно за 15 снять в той же калуге допустим ту же однушку но там понятно что там скорее всего вне сетевых магазинах которые допустим просто конкретно калушки какой-то магазин где допустим на развес колбасу продают она там будет может быть и дешевле но если говорить о сетевых магазинах то цены везде одинаковые вот как у нас в украине кто из украины кстати помнит есть супермаркет а т.б. это сетевой магазин и какой бы ты город не поехал киев харьков днепр куда супермаркете а т.б. там на семечки на колбасу и на все остальное цены будут одинаковые более того даже скидки одинаковые то есть допустим в харькове когда я жила в один магазин на т.б. ты идешь с одной стороны дом у нас было два т.б.шника на внизу 2 сверху расстояние это не было одинаковое и там в т.б.шнике стоил значит ну я ходила там и за семечками не только там вообще за продуктами потому что это удобно было и там получается значит что . 7 чем могла стоить там 20 гривен в огромная такая пачка до 20 гривен в одном супермаркете по акции спускайте вниз на подхожите не и когда мне собственно говорили что типа можно сходить туда не туда так цены были одинаковы все потом что еще фазе флора вот эти все ашан тоже в украине там сетевые магазины и цены там принципе одинаковые россия в этом плане менее предсказуемые здесь директора каждой конкретной точки того же магнита имеют право играть с ценами и со скидками как хотят то есть у них есть общая акция на всю сеть магазинов но кроме них есть еще акции конкретного магазина в конкретный день у нас ребята все предсказуемо украине было то есть если я купила бутылку воды за 2 гривны в день 05 да вот уже то поеду я в киеве по этой же цене а эти же цене я уже не страшно на цене да когда допустим я в ракетах приехала к себе да то есть у меня в ракетах это покупают кайперы я уже знаю ее цену потому что она по ценам выбору и мне предсказуемо только тогда когда я не знаю у нас вообще бутылка воды 2 гривны не стоит ну какая разница 2 гривны на сегодняшний день где-то 4 рубля в хорошие времена это было 7 рублей но где-то найдешь в москве за 7 рублей хоть что-нибудь пачку спичек 1 можно купить и то по моему и по десятке уже я видела за 7 рублей короче продаются на развес эти чупачок с один маленький который мини ну да это не бутылка вода ну да это не бутылка воды конечно с этими с тобой согласно сейчас мы зайдем я сразу покажу что мы купили потому что мы пошли на самом деле зачем мы пошли за профитроле вот вот видите пакет который мы купили пойдя за профитроле не кричи и все спеши маркиш решил что сегодня не будет немки поэтому можно не вставать не маркишка будет будет видела открытую дверь и распушила хвост маркишка наружают валяться шани я не пакетик можно это красивая а зачем на кухню пакетик на подписчикам показал что мы купили пока не пошли поскакали